Наверное, единственная сфера, на которую не повлияла пандемия, это наркотрафик. Ведь даже во время действия ограничительных мер он приносил огромную прибыль тем, кто занимается незаконным сбытом и оборотом. О том, какая сейчас ситуация в Тверской области, выяснила наш корреспондент. Только за пять месяцев текущего года сотрудниками Тверской полиции зарегистрировано 485 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Количество изъятого наркотического вещества составило более 25 килограмм, а это в два раза больше, чем в прошлом году. К ним относятся психотропные и сильно действующие вещества. Определённые тенденции в развитии экономики повлияли. То есть люди, к сожалению, не понимают того, что незаконный оборот наркотиков неименуемо ведёт. Либо если человек употребляет наркотические средства к хроническим заболеваниям и впоследствии к смерти, к летальным исходам. И также он ведёт к тому, что юридически люди будут судимы при влечении к уголовной ответственности. Сотрудники ОМВД по Тверской области рассказали, что у граждан существует глубокое заблуждение. Если наркотики передаются бесконтактным путём, иными словами, без передачи из рук в руки, а просто делая закладки, то это действие окажется безнаказанным. Однако сбыт подразумевает любые формы соучастия в преступлении, в том числе приготовление, пособничество и всё это уголовно наказуемо. Также у наших граждан есть очень большое заблуждение о том, что если всё происходит через интернет, через путём перевода безналичного, то это никак не контролируется. Это большое заблуждение. Много случаев было, когда всё это задокументировано, и люди привлекались даже в группе с неустановленным лицом к уголовной ответственности и были осужены к реальным срокам лишения свободы. Руководитель Центра «Жизнь одна» Анна Дуденкова рассказала свою историю борьбы с наркозависимостью. Женщина поделилась, что такая беда может прийти в любой дом, и зачастую это не зависит от благосостояния семьи. Анна рассказала, что, как и у многих, у неё всё началось с лёгких наркотиков, а потом она начала употреблять более серьёзные вещества. Когда уже пришли наркотики посерьёзнее, тогда у меня был период сложный, я развелась с мужем, и мои друзья как-то оказались из таких обеспеченных семей, которые привозили это из Москвы, и это казалось круто и модно. Пришло время, что я поняла, что уже зависимость есть, стало страшно, я переехала в Москву, и я в принципе думала, что сейчас большой город, он меня как-то вовлечёт, я начну работать и всё забуду. Но на самом деле это тоже иллюзия, самостоятельно невозможная, и всё, наоборот, закрутилось с большей силой, и дошло до такого, что я уже жила на улице. После прохождения реабилитации и избавления от наркозависимости Анна помогает таким же женщинам, как и она, кто когда-то сделал неправильный выбор в пользу наркотиков, но решил пойти на путь исправления. Например, в центре родители учат слушать и слышать детей. Для этого выделяется час мамы, когда взрослый ребёнок просто общается, ни на что не отвлекаясь. Поэтому прежде чем попробовать даже лёгкий наркотик, стоит взвесить все за и против и подумать о последствиях для себя и своих близких.